Всем привет, сегодня будет долгожданная проверка администраторов на DarkRP серверах. И да, это не проверка на моем серваке, где я сразу раздаю пизду, в баню снимаю игроков и прочее. Здесь будет все несколько помягче, потому что это не мой сервак и я не могу делать все, что захочу. Кто не шарит, что это за рубрика, объясню. Это юзер арбуз, где я захожу на сервак, попускаю бичей и попутно слушаю о себе много нерестных отзывов на разборках. Звучит достаточно весело, а на деле еще угарнее. Приятного просмотра. Да закройте ебальники, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что за донат. А то так понимаем. Давайте, скажите вашу лицензию. Я тут свою лицензию покажу, у тебя хотя бы паспорт есть, а 14 есть, вообще нет. Ну что тут еще сказать, вы мое отношение к школьникам на ментах знаете, но бля, просто посмотрите, как он тут же среагировал, как только с ним заговорил кто-то посторонний. Он тут же достал автомат и был готов стрелять меня железными пулями, если бы я шелохнулся. Но то, что он начнет исполнять после этого диалога, это вообще пиздец. Это просто клиника белой столбы. Внимание на экраны, шкалоеб ущемился и пошел рейдить окна. Что это, блядь, за хуйня? Я не могу по-другому реагировать. Почему они, блядь, живы? Почему они играют в Гаррис Мод? Сука, кто им дал деньги на компьютер и тем более на игру? Ай, за что? Они и так сломаны. Хотя жизнь сейчас сломана будет, я тебе говорю, перестань стрелять по этим, по стеклам. Блядь, понял. Алло, дурак, что ты делаешь? Повторное внимание на экран. РП застройка. Ребята сделали кафе. Принимают посетителей. Приходит, сука, 14-летний полицейский. Не факт, что ему 14, может быть, даже меньше. И начинает хуярить по окнам. Типичный визит Роспотребнадзора в Батайске, как только открылся новый малый бизнес. Вот это я понимаю сервис. Ребята, молодцы. Я тебя сейчас понижу. Сэр, в вашем городе беспорядок все стреляют. Алло, придурочный. Я тебе говорю, перестань по окнам стрелять. Ну, оскорбляй, не оскорбляй. Блядь, у тебя жизнь уже оскорбила. Мне никак не удастся жизнь переплюнуть по сравнению с тем, как она тебя оскорбила, блядь. Я тебе говорю, перестань по окнам стрелять. Понял. Я минуту еще не поиграл на серваке. Сейчас будет вам жалоба, пацаны, уволить. Администратор, помогите. Админ, помоги, помоги, пожалуйста. Алло, говорю, помоги. Ты что, глухой, что ли, меня не слышишь? Что ты им доказываешь? Помоги игроку. Сука, они сейчас на три года здесь сядут, будут разбираться, была капитуляция или нет. Ёб вашу мать. Алло. Что ты им доказываешь? Ты три года будешь с ними сидеть разговаривать. Помоги мне. Тут идиот на полицейском бегает. Ты меня слышишь? Нет. Они один хуй зарейдят. Ты улетишь, они будут рейдить, стрелять друг с другом. О чем речь? Ты до сих пор не понимаешь, где ты играешь? Ты в DarkRP играешь, чувак, алло. Итак, с горем пополам администратор меня услышал и забрал к себе на разборки. Вот, стиммайдишник. Я уже нашел его в табе. Тэпай. Я объясню при нем все, чтобы он слышал и не думал, что я как-то тут тебе вру. Здорово. Привет. Короче, во-первых, он, когда играл за спецназовца, он вообще без всяких, не знаю, видимых на то причин, у людей лицензии на что-то просил. Просто человека лысого вот это вот увидел, торговца оружием. Сейчас, короче, затыкаешься, слушаешь мою версию, а потом уже выдвигаешь свои, не знаю, какие-то причинения, окей? Понял? Отлично. Он докопался до какого-то мента, ой, не мента, а продавца оружия и начал у него просить лицензию. Я ему вопрос задал. Ну, судя по его голосу, говорю, тебе вообще самому 14 есть полицейский? Ну, потому что полицейского, ну, не такой голос, у него должен быть грубый в любом случае голос, это не мальчик должен быть. На что он быстренько отстал от оружейника и пошел заниматься, по всей видимости, обычными полицейскими делами. А именно, стрелять по окнам, забегать в разные вот забегаловки, смотри, вот в ту бодегу забежал он, вот где красненький навес такой, козырек, вот он там начал окна расстреливать. Не зажимом там, не зажимом там стрелял, а просто вот увидел окно, начал вот стрелять, понимаю, спрашиваю, зачем ты это делаешь? Да, он один был, он не в команде ни с кем не, он просто взял профументаж, чтобы у него было оружие. Да, есть демка в виде прямой трансляции, просто запись не могу сейчас остановить, будет потом неудобно материал нарезать, сам понимаешь. Я не понимаю, зачем он брал профессию мента, ну, чтобы реально просто в Counter-Strike со стеклами играть или что? А че ты куда далеко собрался? Я просто бегаю. Понял тебя, Усейн Болт. Сейчас, пока не наказываю, пожалуйста, вот мне просто интересно, хорошо? Если ты не спешишь никуда. Вот просто объясни, ты взял, зашел на сервак, взял полицейского профессию, и вот что потом случилось, что ты пошел ломать окна? Да, потому что меня залабало, то что я беру оружие себе, играю за киллера, и меня просто полицейские начинают убивать. Чего, блядь, как одно с другим вообще связано? Он слышал вообще, какой ему вопрос задал или нет? Я, сука, нихуя не понял. Это я тогда был на стриме максимально спокоен, а сейчас я пересматриваю и понимаю весь этот тупизм, блядь. Это тогда я на стриме был абсолютно спокойный и не плескался говном. Не потому что нужно было сохранить образ спокойствия, а потому что просто я еще тогда не пересмотрел эту запись. И, ну, я принимал это все в прямом эфире. А сейчас я пересматриваю и не понимаю, как я тогда остался спокоен и не начал его хуесосить. Я просто не понимаю, как он вообще добрался, сука, до режима Dark RP, до режима отыгровки, блядь, ролей. Как он добрался до компа, как он смог его включить, сука. И ты решил стать полицейским и мстить киллеру разбитыми окнами, да? Ну, только разбитыми окнами я никого не убрал. Ну, зачем ты это делаешь? Вот смотри, ты же заходишь на Dark RP, там роль отыгрывают свою, да? Да, я знаю. Ну, у человека роль киллера, он тебя взял пиздану, если так можем выразиться. А ты берешь полицейского роль, которая заключается в том, чтобы помогать людям и истреблять криминал. Откуда ты знаешь, ну, за какой профой я играл, когда зашел на сервер? Ну, я отталкиваюсь от той ситуации, в которой я присутствовал. Ты при мне за профессию спецназовца хуячил по окнам с автомата. Не с автоматов, а... ну, не с автоматов, а с автомата просто, я не убил. Сука, что ты несешь? Не с автомата, а с автомата. Тебе что, блядь, мозги негры хуем перемешали? Что ты, блядь, выкидываешь за фразы? Я, сука, до сих пор не понимаю. Ну, блядь, а с чего ты? Я говорю, с пистолета, что я говорю? С автомата. Я не понимаю просто логики действия. Вот в чем логика? Объясни, пожалуйста. Короче, я понял, это детская травма. Это надо специалистов-психолога лечить. Я в тиктоке видел ролик такой, помню, выходил. Похоже, почти ситуация, понял, да, Пикачу? Наказывай его, и я пойду дальше играть. Спасибо, что разобрал. Я не знаю, зачем я хуярил по окнам. Дай нас. Ну, а пока вы морально отходите от старых разборок и готовитесь к новым, я вкратце расскажу, что будет происходить здесь. Внимание, ребята, это KFC в Батайске, где, если посетитель не понравится чем-то администратору, то тот его вправе выгнать следующим образом. Достать двуствоку и расхуячить ему кабину в хлам. Окей, если серьезно и без рофов, то это просто тупорылое малолетнее животное, которое дорвалось до суперадминки. Да-да-да, ребята, забегая вперед, скажут, что он суперадмин. Он знает то, что он будет безнаказанно творить ту или иную херню. Ему поебать на то, что там много ментов. Ему поебать на то, что там много свидетелей. Ему поебать на то, что ему нельзя носить двустволку, сука, за гражданского. Но оно ее носит по одной простой причине. Ему поебать. Кого-то пизданули, разбейте. Я пойду в угол. Полиция, я 10 секунд ничего не вижу, как бы. Решайте вопрос. Стрельба пошла, блядь. Он играет сейчас за, если не ошибаюсь, мафию. Да, за мафию, то есть, ну, в простонародье бандит. Он, короче, вот в этом кафе работает хуй помикен, если честно. Я не скажу, что это охранник, хоть я не буду это доказывать, но это хуйня полк. В кафе стоит два мента, еще куча разных горожан, горожан вроде меня. Он спокойно достает демонстративно дробовик, стреляет из него в потолок и говорит, кто не покупает, выходите. И так периодически он достает, стреляет, убирает, достает, стреляет, убирает. Рэмбо, блядь, какой-то комнатный. Реши, пожалуйста, тэпни его сюда. Так вот, у меня на него жалоба, я тебе объяснил уже, в чем суть. Краткий экскурс по тому, как вести себя с быдлом на разборках Горис Муди. Перетяните на себя роль быдла, и у вас будет стопроцентный успех, как это сделал я. Слушайте. А ты мне никто, чтобы я тебе объяснял. Сейчас, подожди, администратор, не встревай. Что ты хочешь от меня, ты? Ты играет, блядь? Ты меня позвал на разборки, ты мне объясняешь, что ты хочешь? Слышишь, в себя прийди, малой. Ты что оскорбляешь? Обязательно, как можно раньше, показать дегенерату его место в пищевой цепи. А именно то, что оно намного ниже вашего. Конкретно здесь я оперировал его возрастом, который заметно ниже, исходя из диалогов по войс-чату. Что именно его задело, и он начал меня оскорблять. А это, как знаете, путевка в отстойник для умственно отсталых. Тебе администратор предъявлять будет, а не я, ты мне никто. Я с тобой вообще общаться желания не имею. Пародия, блядь, на человека. Что случилось? Ну, номер П. Я сейчас сам своими глазами видел, как ты доставал оружие на глупарах при полицейске. Ну, конечно, я не посадил. Ты убил в первую очередь, ты чувствуешь безнаказанность. Я нужен за это наказать. Может, правила мне все почитать? Где я убил человека? Где я убил человека? Убил оружие при полиции. Я доставал, но они меня не посадили. Да какая в кой разница, посадили или нет. Ты достал оружие при полиции. Тяжелая, дробовик. Закрой рот. Чудивно, мне администрация объясняет. Слушай, а почему он так все агрессивно ведет? Он неадекватный или что? Ну, вот если есть демка, пусть тебе еще скидывает. Смотри демку, тогда будет. То есть ты... Стоп, 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 стоп. А, стоп, дрим, а ты сейчас отрицаешь то, что я выдвинул, да? Нет, ты отрицаешь или нет? Скажи, да или нет. Тут вопрос, очень простой ответ тоже. Да или нет? Отрицаешь? Оружие доставал. Все, ты признал свою вину. Демка вообще даже не нужна. Можете ее не открывать. Он признал свою вину. Все по номер П. Влетаешь. Давай забанить, если ты такой, если ты такой гениальный овощ. Че говоришь? Гениальный овощ. А, гениальный овощ. Если ты своими глазами думаешь, ты можешь сам забанить, а не звать меня на разборку, чтобы я сидел по 15 минут и разбирался. Хочешь забанить? С чем ты? На твое время ты здесь никто. Ты, блядь, вообще пыль, понял? Ладно, у тебя тема вздохла, отец тоже еще отстанавливает. Админ, ты банить будешь? Я всю твою домовую книгу ебал. Но это было во сне, и тем более в моей ролевой игре под названием Сам. Я играл и отыгрывал, так сказать, отношения с твоими родными. Так что этого в реале не было. И вряд ли это будет считаться за оскорбление. Сажаем. Ребят, рабочая тактика, пожалуйста, пользуйтесь. Если вы подаете на кого-то жалобу, реально, осознанно подаете жалобу, кто-то нарушил, раз вы на разборках, он начинает говорить, есть ли демка, то задавайте простой вопрос. Ты отрицаешь то, что я выдвинул в твое обвинение? Или нет? Если он отрицает, но у вас есть демка с доказательством, то помимо этого нарушения ему можно приписать обман администрации. И он получит бан на много-намного больше срок. Но если он не отрицает ваших обвинений, то, ребят, поздравляю, у вас полный карт-бланш. И вы можете сэкономить ваше время, время администратора и время этого игрока, просто сказав админу, что можно уже сажать. Он уже сам, по сути, признался. Если что-то недопоняли, можете промотать назад. Там этот недоёбок пытался как-то очень дёшево выкрутиться, разводя демагогию, как-то пытаясь запутать меня в словах. Но я ему сразу поставил вопрос. Да или нет? Ответ очень простой. Вопрос тоже реально очень простой. В итоге он сдался. Буквально даже минуты не продержался. Айскаута, что нет, я не отрицаю, как бы, ну, так и было, вот. Но, мать, у тебя сдохла. Это единственное, что они могут сказать в таком раскладе. Но тем более, ещё себе выбить ещё большее наказание. Удачи тебе, Дрим. Спасибо за разбор жалобы, я тебе очень благодарен. Низдец! Вот это охуенно! Вот это мне нравится! Вот на этом, пожалуй, и закончим юзер Арбуз. Я играл, если что, на серваке Рус Элит РП. Это не рекламный видос, сразу говорю. Я даже не знаю, что это за сервак по счёту. Их там просто дохера. Я на стриме нашёл какой-то сервер от болты, зашёл туда и начал играть. Чего-то конкретного, плохого или же хорошего, не могу сказать о серваке, потому что я не вижу никакого баланса, ну, в плане нарушений и разборов жалоб. Вроде бы, есть нарушители, их дохуя, и ты очень долго ждёшь разбор твоей жалобы. А вроде бы, её потом разбирают, и всё нормально. Но потом всё сменяется плохое хорошим, и хорошее плохим. Ты наказал идиота, и какой-то другой уже родился путём почкования, и начинает тебе тоже портить игру. Поскольку видос уже длится почти 15 минут, я не вставил туда одну такую прям жёсткую разборку, где был челик на суперадминке, реально конченный нахуй отбитый уёбок. Вот конкретно ему я могу пожелать, чтобы мама, которая придёт с его, не знаю, родительского собрания в школе отъебашила его сразу по приходу сковородкой по голове. Потому что это просто конченый, из ряда вон выходящий случай. У него суперадминка, он полностью пользуется всеми её преимуществами. Его зовут на разборке, на жалобу, которую на него кинули, он просто не идёт. Вообще ни в какую. То есть нужно ждать аж самого создателя сервака, чтобы он соизволил прийти. Иначе как так, у него же заберут администраторку, а играть и нарушать хочется. Ну вот как-то так. Он не был снят, его просто забанили на 15-30 минут. Не помню точное число, вы можете глянуть это на стриме. Но сам факт остаётся фактом. Даже после этого видоса он будет всячески, может быть, нарушать правила и портить игру другим людям. На этом у меня всё. Можете подписываться, не подписываться, ставить лайки, дизлайки, писать комментарии хорошие и плохие. Мне, в принципе, на это всё равно. Но было бы неплохо, если бы вы зарепостили куда-нибудь там своей группой или знакомым этот видос, чтобы попробовать сюда нагнать актива. Всем пока!